здравствуйте не здравствуйте блогер конечно у вас просто часто мужчины здороваются вот таким вот образом здравствуйте блогер почему-то говорят ну понятное дело как и вы ой да что вы все одно и то же можно что-нибудь разнообразное более сказать так а вы что-то можете из себя выжить что-то более интересное или только одно и то же вот это бла-бла-бла это уже тоже слышали давайте еще что-нибудь или у вас в мозгу только вот эти два тезиса и все и больше ничего нет какие страна-агрессор бла-бла-бла-бла-бла и страна спонсор терроризма агрессор и оккупант у вас это разные вещи да ну вот я и говорю что вы сказали два тезиса не четыре а вы перечисляете их на разных пальчиках так так вы сказали что это одно и то же загибайте два пальца в чем проблема вы сказали только что что это одно и то же это не мои слова это ваши одно и то же разделили на 2 уже интересно ладно давайте на о чем-нибудь другом вообще давайте не знаю про вашу страну поговорим у вас страна классная но давайте про вашу страну про Про вашу страну, говорю, давайте. Про вашу страну, говорю, давайте пообщаемся. Про мою страну? Да, расскажите что-нибудь про вашу страну. Чем вы гордитесь, например? Гордимся тем, что у нас страна, которая защищается от немецких, вернее, от российско-фашистских оккупантов. Это все? Страна, которая имеет героев. Это все? Которая помогает... Ну, просто вы их одно и то же повторяете, обмусоливаете, вокруг войны ходите. Ну, правильно. А кроме войны вам нечем гордиться? Получается, что Путин в прошлом году дал вам то, чем вы можете гордиться, а до этого у вас ничего не было? Вы гордитесь тем, что вы напали на Украину? Вы слышите вообще меня или нет? Да нет, это вы меня слышите. Я вас отлично слышу, вы говорите, что вы гордитесь тем, что вы защищаетесь. Вы сказали, что вы гордитесь тем, что вы защищаетесь. Кроме этого, есть чем гордиться? Задавая мне вопрос. Правильно? Тяжело с вами. Вот когда задаете вопрос, замолчите и не перебивайте. А я вам буду отвечать. Давайте я задам вопрос и замолчу. Хорошо, один вопрос. Задаю один вопрос. Чем вы гордитесь вне войны? Народом, свободе, демократией. Демократия — это когда снимают президента нелегитимным образом? Это ахлократия, а не демократия. Это власть толпы. Власть толпы. А как же так незаконно сняли президента и кто? Ну, толпа. В 2014 году. Каким образом? Ну, вот таким. Не было никакого голосования, референдума. Власть народа никаким образом не была подтверждена. Власть народа? Власть народа подтверждена Верховной Радой, которую выбирает народ. Так она действует... Верховная Рада нарушила ваши законы. Значит, она представляла не интересы народа, а интересы какой-то группы. Какой закон Верховной Рады нарушила? Конституцию. Какой пункт? Ну, тот, который регламентирует отстранение президента от полномочий. А ты сказал, что это народ сделал? Толпа. Я сказал толпа. Правильно, толпа, не народ. Ахлократия, да ты говорил? Да, я сказал толпа, а не народ. Ну, толпа, народ, ахлократия, да? Это разные вещи. Толпа и народ, это разные вещи. Толпа у вас в Раде сидит. Ты ахлократия сидит, говори. Говорил. Власть толпы. Я сейчас это повторяю. Это власть толпы, это толпа бешеная в Раде. У вас сняла президента. Вопреки воле народа. Так Рада у вас это и есть толпа. Да, потому что они нарушают закон. Плохо. Я ж только что сказал. Она нарушила Конституцию. Кто? Рада. Каким образом, я же вас спросил. Вы так и не ответили. Я ответил. Отстранили президента вопреки пунктам Конституции. А его никто не отстранял. О, ну начинается. Сказки Венского леса. Вот ваша демократия, понимаете? Вот цена вашей демократии. Цена вашей свободы. Вы просто можете как... Вы можете... Дайте я скажу. Вы просили не перебивать, я вас не перебивал. Теперь давайте я скажу. Я звук выключу. Вы не прочтете. Цена демократии и цена свободы украинской, ну вот современной Украины, в том виде, в котором они пытаются себя презентовать, она состоит в том, чтобы выбегать, орать на площади и убегать обратно. А потом народ это разгребает своими проблемами, своей кровью и потом. Должны, блин, терпеть галлопирующую инфляцию, должны терпеть бешеный рост цен, какие-то еще там, блин, придумки Евросоюза и Международного валютного фонда. И это все ради того, чтобы просто сместить президента. И говорить, да мы демократы. Мы сможем сместить президента в любой момент. Алло, демократия заключается не в том, чтобы сместить президента в любой момент, а чтобы власть менялась, была ротация людей. У вас ротации никакой не было. У вас как были олигархи у власти, так и остались олигархи у власти. И до сих пор они у вас есть. На протяжении уже 20 лет как минимум. А если посмотреть глубже, копнуть, то окажется, что корни у нынешней власти, они начинаются еще из 90-х и из 80-х. Так что вот это вот про демократию, вы себе оставьте эти сказки. Документ. Документ? Что документ? Где президента сняли. Документ? Вы меня спрашиваете про то, что у вас происходило? Да, да, да. Вы же это утверждаете? Кто у вас президента отстранял? Януковича кто отстранял? Никто не отстранял. Никто не отстранял? Нет. То есть он действующий президент у вас до сих пор? Да, он действовал до сих пор. Классно, я за. Я только за то, чтобы у вас Янукович снова стал президентом. Я рад, что вы это сказали. Вот вы только что выступили. Смотрите. Вы только что выступили за то, чтобы Янукович у вас был президентом. Под запись. Мы это распространим в видео и покажем, какой вы классный украинец, какой вы классный гражданин с демократической позицией, со своей личной позицией. Я просто высказывал одну и ту же, ну, как бы свою мысль, Досказывал. Это вы меня начали перебивать? Это вы мою мысль досказывали? Нет, мою. А, то есть то, что я вам сказал, что он был президентом до следующих выборов? До каких выборов? Вы не слышали? Ну, Порошенко. Ну, а какого числа должны были быть выборы после Януковича? 25 мая. Вы слышали, что я спросил? До какого числа работали полномочия Януковича? До 25 мая. Ты что, внухой, что ли? В каком году выбрали Януковича президентом? Года три назад. До 14-го года. А какой у вас президентский срок? Четыре года. То есть он три года прослужил президентом, а четвертый год куда делся? В четвертом году он самоустранился. А где это, по каким параметрам он самоустранился? Можем посмотреть документ, где он подписал, что я самоустраняюсь? Антиконституционным способом. Это как? Не выполнял Конституцию и Трудовой договор, Трудовой кодекс. Какой пункт Трудового кодекса он не выполнял? Не явка на работу. А вы как бы это, должностные инструкции президента вообще видели хоть раз в глаза? Конечно. Да? А можно ссылочку, пожалуйста? Киньте мне вот в чат ссылку. Ссылку в чат киньте на должностные инструкции президента, где регламентирован его рабочий день. Опять выключаю звук. Короче, если вы не кинете сейчас ссылку на должностные инструкции президента, где черным по белому написан его рабочий распорядок, и где написано, что он каждый день должен являться к такому-то времени, в такой-то кабинет, по такому-то адресу, если вы не кинете эту ссылку, вы просто балабол. И все. Демократ, блин. Вам до демократии, как не знаю, как немцам до Урала. Ты закончил свой спич? Да. Разрешаю теперь вам. Только недолго. А эти разрешения не спрашивал. Нахрен ты мне срался. Так вот. Президент страны, любой, работает круглосуточно. У него нет ни перерыва, ни рабочего времени. Он все четырехотер работает. Без выходных. И без... И... И... Курсу точно работает. Потому что президент. Его в любой момент могут поднять. В любой момент он должен быть командой. Он всегда должен быть на работе. Даже когда спится. Вам ясно? А где его работа находится? На работе. А где это? Где находится твоя работа? Вот, например, ты сейчас сидишь здесь. Значит, моя работа находится здесь. Есть конкретный адрес. А вздома тебе, если позвонят домой, приди на работу, это как называется? Мы про президента или про меня говорим? Про кого хочешь. Большая разница. Я... Ну, у меня один... Президент это обязанность, а у тебя нет. Не перебивайте. А я тебя не перебиваю, а ты мне перебиваешь. Вы мне вопрос задали про мою работу. Я вам отвечаю про мою работу. У президента рабочие сутки, а у тебя 8 часов. Ты понял? Я еще раз говорю. Где работа вашего президента? Где он должен быть круглосуточно? Он должен быть круглосуточно на работе. Это где? Выполнять обязанности президента круглосуточно. Это как? Как вот вы убедились, что он не выполнял обязанности круглосуточно? Как? Его нету на работе. Где его нету? На работе. На какой работе? Еще раз говорю. Где находится работа, чтобы вы зашли, проверили, его там нет. И мы звонят. Звонят. Ударение надо правильно ставить. И мы звонят. Вот. Одобряю. Молодцы. Так лучше. И нет. Телефон охраны не отвечает. А кто звонил? Вы звонили? Телефон государственной охраны не отвечает. Вы звонили? Верховная Рада не знает. Вы ему звонили? Да, что ж такое-то. Кто ему звонил? Верховная Рада. Верховная Рада это человек? У нее один какой-то номер и она звонит кому-то? У нее есть три спикера Верховной Рады. Вот каждый из них звонил. И все, которые были в его акции, звонили ему. И после того, как они ему не дозвонились, они что сделали? И они дозвонились нашему президенту. Значит, он сам распространился. Это почему значит? На мой взгляд, это другое значит. Я выключу звук, я выключу звук и опять выскажусь. На мой взгляд, если несколько человек из Верховной Рады президенту не дозвонились, то они должны предпринять какие-то меры по поиску президента, чтобы получить от него объяснение, почему он не явился. Это как сотрудникам наемным. Если человек не явился на работу, вы ему звоните. Если не дозвонитесь, приезжайте к нему домой. Вы не можете его, согласно Трудовому кодексу, просто так взять и уволить. Не можете. Вы должны через суд это делать. А до суда вы должны предпринять все адекватные меры, все вам доступные меры для того, чтобы получить от него объяснение. Значит, надо было сначала президента найти, а он был на территории своего государства, никуда не сбегал, не вступал ни в какие сомнительные контакты. Он был у себя на рабочем месте в стране Украина. Вот надо было его найти, получить с него показания и после этого запустить процедуру импичмента или какой-то суд там хотя бы. А вы этого не сделали. Вы поступили антиконституционно. Поэтому вы не демократия, вы не государство с этого момента. Ну, по крайней мере, все признаки того, что вы действуете как не государство, налицо. Вот и все.